Здравствуйте! В эфире новости Удмуртии в студии Марины Симоновой. Смотрите в этом выпуске. Хамство на дорогах. Сотрудники ГИБДД разыскивают водителя, устроившего езду по ижевским тротуарам. С проверкой и подарками инспекторы Пошнадзора отправились в рейды по частному сектору. Увидеть матчи Кубка Конфедерации своими глазами. В Удмуртию пришли первые паспорта болельщиков. И шахматы как средство перевоспитания. Воспитанники ежевской колонии сыграли онлайн со швейцарцами. Жители Камбарского района возможно получат льготы за проезд по Камскому мосту. Об этом говорили на совещании. Оно прошло под председательством главы Удмуртии Александра Соловьева. На встречу приехали и представители банка ВТБ. Как раз они и рассказали, что собираются разработать для автомобилистов, кто будет часто ездить через мостовые переходы в специальную программу лояльности. Что это такое, после совещания расспросил Роман Вагинов. На эту встречу все участники проекта Камский мост собрались ровно через месяц после визита в республику полпреда президента страны в Приволжье. Тогда Михаил Бабич дал конкретные поручения. Сегодня подвели итоги их исполнения. Одно из заданий консессионеру – продумать доступность поездок по платному мосту для жителей Камбарского района. Им практически каждый день приходится ездить с одного берега на другой. Для таких автомобилистов уже продумывают специальную программу. Мы хотим сделать программу лояльности для тех автолюбителей, которые довольно часто будут приезжать по данному мосту. Одним из существенных условий в этой программе будет, естественно, что для этих автомобилистов стоимость использования, стоимость проезда по мосту будет ниже, чем для тех, кто ездит в этом мосту. Проезд по мосту пока по-прежнему свободный. Платным он, возможно, станет в мае, отметил представитель банка. Готовность пунктов взимания платы, а также график исполнения и других строительных работ тоже обсудили на этой встрече. По ряду позиций отставания есть. Были проблемы с поставкой материалов. Глава республики и дает поручение. Мы сегодня поговорили о физических объемах. Я думаю, что есть отставание. Мы договорились, что в течение двух дней новый график мы составим. И, естественно, будем делать все для того, чтобы это отставание было ликвидировано. У нас времени на раскачку нет. Времени на раскачку действительно нет. С учетом строка на решение всех вопросов по задолженности, в том числе перед рабочими, на сами строительные работы и тестовый режим, времени остается крайне мало. В рабочем режиме мост через Каму должен заработать в июле этого года. Роман Вагинов, Андрей Бусыгин, телеканал «Моя Удмуртия». В региональном Миндор-Трансе сегодня напомнили, с 1 апреля движение большегрузов на время распутицы ограничат. Делается это для защиты дорожного полотна. Ограничения в этом году стали жестче. Особенно это касается школьных маршрутов. Ограничение будет введено с 1 апреля. И на дорогах, где были серьезные проблемы по перевозке школьников, значит, ограничение до 6 тонн общим весом. Ряд таких проблемных школьных направлений определен в Викшурбодинском и Шарканском районах. Временные ограничения продлятся до 30 апреля. В основном они коснутся перевозки нефти и лесовозов. Им рекомендовано транспортировать грузы до начала ограничений. Слава московских автохамов не дает покоя. В Ижевске молодой водитель объехал пробку по тротуару, где в это время находились пешеходы. Все это произошло на улице Удмуртской перед перекрестком с улицы Кирова. Видео появилось сегодня в сети интернет. Нарушения снимали пассажиры. Сейчас его просматривают госавтоинспекторы. По видео мы работаем, устанавливаем дату, время совершения правонарушения, ну и, соответственно, водителя, чтобы потом привлечь к ответственности, пока работают сотрудники. Когда будут известны даты и время, уже будем работать по просмотру видеокамер и по госномерам. Нарушителю как минимум грозит штраф в 2000 рублей за езду по тротуарам. А сегодня сразу несколько ижевских многодетных семей, проживающих в восточном поселке, навестили инспекторы Пошнадзора. Частный сектор у них под особым контролем. С начала года погибло 13 человек. И на этот раз пожарные пришли не только с проверкой, но и с подарками. Что вручили, знает Дмитрий Вороновнин. Совсем недавно большая семья Логиновых, в которой пятеро детей, уже пережила ужас пожара. Из-за некачественной электропроводки до тла сгорел их деревянный барак. Чудом никто не пострадал. Сегодня сотрудники МЧС приехали посмотреть, как мама с детьми устроились на новом месте, в частном доме на улице Чапаева. И сходу сделали массу замечаний, сразу обратив внимание на печь. Обязательно надо заделать трещины и замазать белилами. И топочный риск у вас надо 50 на 70 делать. Хозяйка дома пообещала, все исправит. И будет впредь следить за важными мелочами. А работники МЧС установили в квартире этот автономный пожарный извещатель. Он срабатывает на задымление. Будет звуковой сигнал. Надо принять меры к эвакуации. Кто находится здесь. И сообщить по номеру 101 пожарно-спасательную службу. Один раз потерпели пожар. Приятно, что заботятся. Переживают. Второй раз не повторилось. Потому что страшно. Здравствуйте. Ребятки тоже у вас сегодня дома? Да, нормально. Через дорогу по соседству живет еще одна многодетная семья. Здесь три школьницы. И здесь тоже масса нюансов, которые проверяющих огорчили. На стенах отходит электропроводка. А в печи трещины. Печь надо обмазать. Заделать все трещины и побелить. Хозяевам квартиры вручили памятки МЧС. И тоже установили пожарный извещатель. Это очень здорово, удобно. У меня дети сейчас. Детям, учусь. Они будут понимать это уже. Что, как, что. Инструктажи и обучение правилам пожарной безопасности сотрудники МЧС провели сегодня еще в двух десятках частных домов на восточном поселке. В гости заходили в те семьи, где много детей, подчеркнув именно ветхое жилье, прежде всего в зоне пожарного риска. С начала года в Ижевске на пожарах погибли уже 13 человек. Все погибшие у нас погибли в жилом секторе или садоводческих товариществах. Когда начали анализировать пожар, причину гибели, то есть оказалось, что люди в ночное время не просыпаются, то есть продолжают спать в связи с тем, что не обнаруживают пожар и, соответственно, не могут принять какие-то меры по эвакуации. Потому-то и цены эти автономные приборы-извещатели, которые подарили сегодня всем многодетным семьям восточного поселка, поднимут шум при задымлении и спасут человеческие жизни. Дмитрий Вороновнин, Илья Терендяев, телеканал «Моя Удмуртия». И сегодня стало известно, кто возглавит один из ведущих вузов республики. В Удмуртском госуниверситете прошла конференция по выборам ректора. В ней приняли участие 256 делегатов и больше половины из них проголосовали за Галину Мерзлякову. Вузом она руководит с 2012 года и останется в этой должности еще на один пятилетний срок. Гимн «Ремесло» сегодня слагали в Ижевске. Фестиваль под таким названием стартовал в столице республики. Это конкурс среди парикмахеров, визажистов, дизайнеров, участников более сотни. Подавляющее большинство – мастера начинающие. Конкурс получился очень зрелищным, особенно в зоне, где работали парикмахеры. Нужно было создать определенный вид прически, уложившись в 20 минут. Нежуточные страсти кипели в зале, где шло дефиле. Жюри впервые за всю историю конкурса должно было оценить не только работы студентов, но и школьников. Идет звено школа, студенты, производство. Школьники приходят к нам обучаться в университет. Студенты идут на производство. Нам просто необходима вот эта ниточка. А благодаря этим конкурсам мы подтягиваем, потому что на сегодняшний день ректорат университета приняли решение. Участвуя в этом конкурсе, они будут получать баллы, как олимпиады. Цель конкурса – выявить молодые таланты и дать им возможность заявить о себе. Победители будут представлять республику на всероссийском конкурсе профмастерства. Но главное – в жюри потенциальные работодатели. А вот житель села Красногорска искать работу не стал, а решил сам обеспечить себе заработок. И сумел за два года на голом месте создать передовое частное крестьянское хозяйство. Опытом теперь делится со всем районом. Своими секретами предприниматель поделился и с нашими журналистами. Трудно поверить, но на месте этой передовой нынче частной фермы еще два года назад стояли руины, оставшиеся в наследство от советской колхозной системы. Жителю Красногорского Сергея Яникину на сгнивший заброшенный коровник смотреть было больно. Составил нехитрый бизнес-план, защитил его. Попал с ним в федеральную целевую программу поддержки малого предпринимательства насилия. Получил грант на 5 миллионов рублей и сделал, кажется, невозможное. В 2015 году получил грант. Модернизировали эту ферму, как начали модернизацию. Сейчас в основном завершили. Перекрытие, крыша, потолки, световой конек, хозблок, разрушен полностью, бостяновение. А еще построил новый молокопровод и цех для оборудования сенажа. Купил коров. Сейчас крестьянское хозяйство Яникина самое передовое в Красногорском районе среди частных предпринимателей. 100 голов, 900 литров молока в день. Это 340 тонн в год. К удачливому фермеру уже даже приезжают принимать опыт коллеги из соседних районов. Главное, говорит он им, дело двигать с умом и со смекалкой. Вот об этом необычном и передовом способе заготовки кормов, например, он вычитал в интернете. Технология называется «сенаж в рукаве». Больной вопрос у них был с кормами, пока они не внедрили в производство новую технологию «сенаж в рукаве». Сенажная масса закатывается в рулоны, далее упаковывается она в пленку, никакой задержки по срокам не получается. Упакованные рулоны сена можно хранить таким образом под снегом всю зиму, прямо рядом с фермой. Качество корма не страдает. В прошлом году в хозяйстве Аникина заготовили 600 тонн кормов по этой технологии. Экономия получилась колоссальная. Деньги на ГСМ для дальнейшего подвоза сена теперь не тратятся. Нужен лишь один трактор, который всегда под боком. И работает в общей сложности лишь час в день. В районной администрации уже взяли опыт на карандаш и обещают внедрять его в других хозяйствах. А продвинутого предпринимателя Аникина даже предложили номинировать название «Фермер года в Красногорском районе». Александр Демидов, Дмитрий Вороновнин, Юлий Зеленинкий, телеканал «Моя Удмуртия». Великий Волжский путь пройдет через Удмуртию. Так называется новый туристический проект. Он объединит все регионы при Волжье. Предполагается, что это будут своего рода туры выходного дня по нескольким направлениям. Каждый рассчитан на то, что турист успел посетить самые знаковые достопримечательности нескольких соседних регионов. В Удмуртии маршруты пройдут через Ижевск, Воткинск и Дебесы. Об этом сегодня на встречу с журналистами рассказал министр туризма, культуры и туризма республики. Сибирский тракт, Воткинск, Чайковский, но они, я еще раз говорю, они под заявком туристов и туроператоров будут меняться. Мы договорились так. Потому что кому-то Калашников интересен, кому-то Чайковский, кому-то Сибирский тракт. И у любого туриста должен быть выбор. Владимир Соловьев отметил, что на днях в Москве состоялась презентация проекта. Первых туристов регионы планируют принять уже этим летом. И как раз в эти дни сотрудники музея изобразительных искусств предоставили своим посетителям возможность познакомиться с уникальными полотнами, хранящимися в фондах. Первой стала картина «Мясная лавка». Это редкая для Удмуртии фламандская живопись 18 века. Художник неизвестен, хотя эксперты говорят, что эта манера письма характерна для Франца Снейдерса. Картина интересна своим символизмом. Есть у этого полотна и своя загадка. Часть оказалась утрачена. Реставрация проводилась в 19 веке. Но, возможно, это не совсем была профессиональная реставрация, о чем говорит вот этот зигзагообразный шов. И вторая половина картины как раз является загадкой, которую мы предлагаем разгадать зрителю. Эта экспозиция будет, по сути, выставкой одной картины. «Мясная лавка» первая в серии. В ближайшее время в музее обещают показать полотно «Рыбачий суда» известного голландского художника 19 века Хендрика Месдага и историко-библейский сюжет «Иосиф. Толкующий сны» кисти русского живописца Иосифа Винцмана. Все три произведения окутаны множеством тайных загадок. Необычный шахматный турнир прошел в Ижевске международный онлайн. В интеллектуальный бой со Швейцарией вступили шесть воспитанников исправительных колоний России, в том числе и из Удмуртии. На историческом поединке побывала Елена Керн. Подросток из Ижевской исправительной колонии обыграл шахматы швейцарских осужденных. Общий счет 11-1 в пользу сборной России. Необычный турнир проводился во второй раз. Все, что потребовалось для соревнований, интернет-связь и шахматы. Тренировались часто. В последнее время, может даже месяц, чуть-чуть никогда не занимались. Ну, сейчас нетрудно было, две партии больше играли, это нетрудно было. Больше играли намного с Андреем Владимировичем. А Андрею Владимировичу удается выигрывать? Нет, я еще ни разу не выиграл. Все-таки человек первый разряд, а я только начал играть в шахматы. С шахматами Андрей познакомился в колонии. Ценные качества игрока, анализирует тренер, спокойствие, уравновешенность, умение адекватно оценивать ситуацию. Как результат, молниеносная победа в первой партии за 14 ходов и 2 минуты. Мне больше вторая партия понравилась, там позиция была такая, он хорошо ферзья поймал и спертый мат. Это очень редко-редко получается в партиях спертый мат. Красиво получился мат. Сборная России была сформирована из осужденных воспитательных колоний шести регионов страны. По условиям турнира по две партии на каждого игрока. Шахматный поединок под предводительством гроссмейстера Анатолия Карпова продлился полтора часа. Видеосвязь не подвела. Официально подвожу итоги, матч закончился, дружеский матч между командами Швейцарии и Российской Федерации. Счет 11-1. Мы обещали о том, что мы отметим, во-первых, всех, конечно, будут отмечены участники этого исторического матча. А лучший игрок, по мнению судейской коллегии, это из Жевска Андрей. В награду за победу Андрею Власову звание лучшего игрока турнира 15 тысяч рублей на счет и самый дорогой подарок – звонок маме. Алло, мам, привет. Отыграл, все. Победил две партии. Сборная России я лучшим игроком был. Елена Керн, Юрий Зелененький, телеканал «Моя Удмуртия». В Удмуртии выдали первые паспорта болельщиков на Кубок Конфедерации. Его еще называют репетицией Чемпионата мира по футболу. Первые пропуска на стадионы сегодня получила семейная пара из Жевска. Муж – заядлый болельщик, жена – пока начинающий. Они рассказали, Кубок стартует в июне. Пройдет в четырех городах, ближайший из которых – Казань. Туда они и поедут. Матч группового этапа Кубка Конфедерации. Ну, два матча, вернее. Один – Мексика-Португалия, другой – Россия-Португалия. Я ездила с ним один раз в Екатеринбург. Очень захватывает. И начинаешь, тоже стоишь в ряды болельщиков. Также кричишь и поддерживаешь, поешь песни. Машешь руками, не знаю, танцуешь. Очень увлекательно на самом деле. Поэтому я не отказалась от предложения мужа. И решила тоже поехать в Казань. Правда, сегодня возникла загвоздка. Пропуск мужа оказался бракованным. Ошибка в отчестве. Сотрудники почты выдать такое право не имеют. Будет оформлен возврат. Паспорта обязаны получить все болельщики. Они выдаются бесплатно. И обеспечат комфортный и быстрый проход на матч. Семья Горбушиных надеется, что исправленный паспорт болельщика придет быстро. Потому что билеты на матч уже куплены. Сегодня тюркские народы отмечают наврус Байрам. Иначе Новый год. Праздник древний, нерелигиозный, но очень почитаемый. Он символизирует весну, пробуждение природы. Новый год, новая жизнь начинается. Новый день начинается. Все старые обиды прощаются. Ходятся друг к другу гости. Накрывается стала всякая сладость. Все это национальная культура. Вот как есть, все обретно сохранилось. Наврус отмечают и в Удмуртии. 8 лет назад этот праздник ЮНЕСКО включило в список нематериального культурного наследия. И у меня на этом все. А еще больше новостей на нашем сайте myudum.ru. А после небольшой рекламы информационный канал продолжит новости спорта. До встречи. От заказа до получения товара не больше 7 минут. В Ижевске открылся полноформатный магазин-склад электронного дискаунта «Роситилинк». Вместо полок с товарами несколько терминалов, где покупатель выбирает технику и сразу получает ее на складе. Собиралась купить экшн-камеру 3 года. Увидела в интернете рекламу, решила, что мне надо все-таки посетить и все-таки проконсультироваться и купить. Я купила, я довольна. Один из крупнейших игроков интернет-торговли в России предлагает покупателям низкие цены за счет прямых поставок от производителя. В ассортименте компании более 700 мировых брендов и свыше 50 тысяч наименований товаров. Если говорить про количество позиций, то это более 7 тысяч штук. Вот, собственно говоря, они все здесь представлены. Склад большой. И все эти 7 тысяч наименований доступны для покупки прямо здесь и сейчас. Любой человек, который оформит заказ в торговом зале на терминале, может буквально за считанные минуты стать счастливым обладателем товара, который здесь представлен. Для юридических лиц «Ситилинк» предлагает особые условия сотрудничества. Это своя программа лояльности, индивидуальный подход к государственным учреждениям. И главное, здесь представлено все необходимое – от техники до мебели, чтобы полностью оборудовать рабочие места и офис. Для юридических лиц доступен тот ассортимент, который предоставлен на сайте. Дополнительно это сборка компьютеров, я уже сказал, сборка компьютеров. Также мы собираем серверное оборудование по индивидуальному заказу клиентов. В дни открытия в «Ситилинк» покупателей ждут различные акции и розыгрыш призов. Впрочем, в магазине обещают – специальные предложения будут появляться регулярно. Здесь удобно, здесь посмотрел сразу на компьютере все модели, все цены, не надо ходить по магазину, ходить не надо. Все в одном месте, можно дома посмотреть в конце концов. В будущем компания планирует открыть пункты выдачи товаров в крупных городах Удмурти, чтобы стать еще ближе к покупателю.